Так, а дальше у нас по плану RobXD, Asus Sherlock и Bysan Тот же самый турнир Только уже немного дальше 1.4, там играется BO5 Те же неофициальные карты Ну, как те же Список тот же, но уже возможно Другие карты мы с вами увидим Хотя смотрю, тот же Coastline Bolt есть Списки их карт Было 5, значит до 3 побед То есть как минимум 3 игры точно будут И будет на что посмотреть Потому что игроки очень сильные Ну, довольно сильные В плане командных связок Итак, снизу у нас Наша отечественная команда Asus и RobXD Оба эйра Лазер и Ванильный гла У их соперников Bysan и Шарлока Вот почему-то я думал, что Шарлок Сарлок Просто Сарлок Лока В общем, буду я его Локом называть Так Так Завод пошел Два завода буляет Два завода Bysan пошел Почую, что может быть Спам Каманчи Мешка Здесь пацан Что-то туда-сюда Ходит И остановился Здесь Барака нету Приходится так Строить Подъезжает уже Ханвей Какая-то плохая Затея Лучше Минку бы построил Ох ты как Отвлекается На течи Ханвей у Асуса Спам течей Вот что это, друзья Ух Серьезный спам И пошел уже В Avenger Страдает экономика У робота тем самым Не отводит чинуков Ох Ошибки делает Здесь еще и Лок Смотрите Помогает Своим дропом Ракетчики бьют По экономике И Быстренько валят Лазер локом Вражеские джипики Ой Что-то плохие Плохие дела Роба И ничуть не лучше Все происходит У Асуса Якобы спасается Чинок От Avenger Но Попадает Под раздачу Ханвей Говорю Зениток этих Квадов Дропнул Асус Надо было сразу Бить по экономике Ну блин Тяжело конечно Понимая Итак Роб у нас Сдался Остается Лицом к лицу Асус Против команды Сарлока И тоже Даже уже Сдался Мы победили Быстрое-быстрое Нападение Просто Не смогли Ребятки Сразу же Отбиться Что Роб Что Асус Ну что ж 1-0 пока Впереди Все самое Интересное Автомат Следующая Карта А сверху У нас Игрок Лок Сарлока У него Токс А в правом Верхнем углу Разместился Стелс Байсан По всей видимости Он бежит На центр этот Ну а здесь Конечно же Рай Здесь конечно же Рай Так Бег У Роба Очень близко Он воткнул Реактор Невозможно Не смог Нормально Поставить Суплайку Здесь же Суплай Хорошо размещается Коробочку Делает Асус Дабы Никто не проехал Туда И не ударил По экономике Две норки Здесь строят А вот здесь У нас Только Лок Строит Норочку Видите Он же Глашник На командный Центр Поставил Минки На удачу Надеется Роб В принципе Может и Сработать Глашникам Еще хорошо На этой карте Что они Могут Занять Эти данные Построй Хотя Любой Может Конечно Занять Просто Глашнику Им Особенно Токсу Очень Продуктивно Так Использовать В данной Домике Ой Сейчас Может Просто Слиться Течь С подрывом Ух Хотел Завод был Подорвать Нет Не нашел Ремонтирую Здесь домик Только не тот Немножко Наверное Лучше бы Этот Так Пошло Нападение Ой Пропустило Немного Выпад Всех Ракетчиков Смотрите Как Не бьет Поминка Нужно Нурку Отменить Посмотрим Сможет ли Нет Нет У Асоса Тоже Это не Получилось Страдает Центр Страдает Центр У Асоса Пошел Захват У нас Байсан Три вышки Аж захватывает Страдает Страдает Экономический Роб Нет Уже Не страдает Страдает Только Асос Не успел Не успел Вовремя Высадить И Сейчас Наносится Вред Повышке Захватывает Аж Захватывает О, скрываются от посты Роба Что-то сливается, сливается у нас По прежнему незащищенный суплак Хотя защитить, конечно, тяжело Домик здесь бы занять, но Токсиновая туннелька мешает Маякует Строит там сплайку И захватывает еще одну вышку Успевает отменить Асус, браво Немножко вытеснили Байсана Вот, укрепляется позиция Асус И наконец-то сливается Здесь эта норочка, давно уже пора И сюда быстрее Робу Двух-трех пехотинцев буквально Нет, аж целый Телегой поехал Так, достроится ли тут Норка все-таки Не помешает она здесь, действительно Хотя тащит Тащит здесь Асус Ой, увести бы раненого Квада Как-то он не смотрится здесь уже И переманивает на сторону Байсан На свою сторону И теряется Куда поехал? Куда поехал? Роб, ебки-палки Снова слив Аутпоста Он здесь вот бьет потихоньку Ой, сейчас может Нет, отменил сам Сарлак Так, перелом какой-то сейчас Видится Потому что центр захватили Полностью под контроль Команда Роба и Асуса Две кучки в принципе Выработаны Ой, таксиновый трактор Да, выкуривается Вся техника Оттуда И вовремя выходит Асус Что-то либо делать Очень такая Тактичная минка Прямо по самому центру Данной аллеи Ну, почти по центру Может стоило все-таки Повторно занять Добик Асусу Так, технологии уже есть У Байсана Два завода Уже рынки Что-то кого-то маякует Не дает отхватить Здесь вышка убита И здесь лот, смотрите Перехватывает Интересно, а завод бы захватило Если бы сюда пошла Потому что как-то очень Близко строит Граница Ох, сейчас же спалится лотос Фух Ну все, сейчас этот приедет Все соображает Робби отходит лотосом Ну, елки-палки Миги Затупили здесь Миги Полю все-таки Добили С большой потерей Но все же Здесь было где-то сделано Маякует мой Мол, давай В домик В домик давай Робь Елки-палки Тебе даже подсказывают Тут очень опасная Армия уже Басом старается Отконтролить Во, наконец-то Наконец-то Пошел Неплохой подрыв Снова перехват Вышки Ну что, лотос Попробует Заново Отхватить Под Самый бок Конечно Можно залезть На базу Но не хочется Этим делом Заниматься Джарман Рядом О чем Думал Роб Непонятно И-и-и-и-и Неа Вольно Остановился Джарман У Байсана Еще бы немного Он мог бы слиться Так Уже пошли технологии Различного уровня И рынки строят Асус Роб У нас дальше Тащит Ох Сейчас Огонек Будет Нет Ворим Развинулся Войска И все равно В огонь Лезет Все равно В огонь Лезет Потерялась Кучка Два квада Осталось Не могу Да Стрельнуть Видимо Снова Делают Перелом Верхняя Команда Байсана И Сарлока Украинская Команда Что-то Немножко Уже Залегла На дно Так Ну по сути Здесь Супа Конечно Выработался Так что Не так Все Это страшно Ох Цемка Вовремя А то Мало ли Вдруг Вдруг Что не то Было бы Опять У нас Роб Любит Сливать Аутпосты И Вышка Перехватывается Опа 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 Эх Джарман Вовремя Засел Надо было Посмотреть Отменил Ли Сам Или Как Джарман Тут Куда Ты Лезешь Ай 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 Плохо Плохо Дело Бежал Кват Что по ресурсам 4 тысячи Уроба Его союзника Деньг Практически Нету 3 400 И 3 тысячи Командник Супер Оружие Ух ты Сейчас Начнется Сейчас Что-то Начнется Монет на минку И Один Кват Отрывается Конечно Но Все же Лучше Чем В никуда По басу Случительно Бьет И Убер Кват Убивает 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 Авиацию Снова Лотос В действии Пытается Захватить Ох Здание Бэ Отремонтировать Застись Туда Опять Кому Либо Нарушится Джармен С помощью Лотоса Смотрите Какая Командная Игра Просто Джармен Погибает Опа Опа Халяву Он Может Сделал Да Делает Почему Не захватил Ой Какую-то Ошибку Делает Байсан И Сарлак Там У них Буквально Все Очень Фигово На Минку Нарывается Бас Все Таки Данная Мина Даже Сыграла Свою Роль И Еще На Минку Залезает Куа Снова Центр Занимает Асус Посмотрите Туда-сюда Центр Бегает Захватил Ицемку Ну да Не помешает Ицемка Тоже Тема Два Джармана Рядом Ай-яй-яй-яй-яй Спалился Ну Сарлак Давай Ну Наконец Так Здесь Есть Минки Да Наверное Сейчас Переманить На Одну Из них Хотя Наверное Стоило Бы Танками Просто Давить Пехоту Не тратить На них Минки Да Захватывают Здесь Пухи Оборонные И Наконец Занимается Домик Яков Всегда Это Надо Делать А то И Пехотный Генерал Чтобы За сей день Пехоты Просто Колотить Или же Спамить Ее Суплай Не успел Продаться Ой Ну Своих Же Бьет Зачем Так Делать А Что Сразу В домик Идет Нет Сжигается Норка И Пошел Наступление Бойса Помогает Сему Мэйд Норки Возвинул И Квадами Вперед Вышел Заняли Заняли Игроки Центр Но Зато На Правом Фланге Смотрите Что Творится Просто Разруха Полная Разруха Может Сейчас Асус Залузать Спокойно Миги Пришли На Помощь Троица Рабиков В разные Стороны Рассортировать И Строить Скрытые Норки Потому Что Это Столс Умее Уничтожается Танкист И В Центре Обосновывается Асус Так Вот На Опасность Снизу Здесь Смотрите Аж Куда Пробежал Рабочий Какой Он Путь Преодолел А Да И Как Преодолел Еще Здесь Видимо Прошелся На Миги Не Залетел Пошли Миги На Помощь С данным Туннелем Нет Не туда Они Вообще Пошли Куда То Наверх Или Все Так Все Так Ну Вот Она Самая Опасность Эх Стреляет На Зло Миги Сейчас Они Прилетят И Будут Расстреляны Да Чей Ни Сдав Все 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 Кошмар Начинается Повышение Пошло От Роба Прям По этой Точке Видите Куда Летит На Мини Карте Зеленая Кучка Точек О Заодно Имиги Накрылись Одна Его спасает Другой Тот Ложится И до Конца Добивает Все Что Там Было Построено Так А Раб Остался Раб Остался Да Да Ладно Пробегает Просто Раб По Минкам Обычно Они Даже Как Вспыхивают А тут Такое Нашел Место Где Стро Здесь Как раз Минки Еще Повсюду Не Очень Там Хорошо Будет Все Так Бой Сану И Готов К запуску Скат Шторм Счетчик Установился 0-0 Время Полетел Строго На Роб Идет Ух Роб Роб Просто Уничтожают А Сам Жиро Пытается Что-то Здесь Сделать Строго Одной Вышке Да На Одной Вышке Живет Ну Надо Здесь Что-то С этим Придумать Вот Надо Вниз Идти Этого Надо По станции Добить Можно Все Сделать Намного Лучше Что-то Ленится У нас Роб Так Стелс Еще Сделал Себе Скрытых Юнитов Снова Норку Строит Теряется Очередной Аутпост В новом месте Строится Норка Про Хакера Все Забыли Что По Ресурсам Ну Деньги Есть Смотрите 5000 У Роба 1900 У Байсана 2400 И 700 Пошел Перехват Вышки Сразу Же Должен Перехват Роб Вот Рядом Есть Накрывается Центр И Сейчас Все танки Просто Урона Наносятся Да Перехватил Байсана Очень Очень много На карте Держится Все Асус Держится Уже 23 минуты Игры Но он Держится За счет Рынка Смотри Сколько рынок Три Четыре Пять И Суплай Да Вот Начинаются Опасности Ну Осталось Только Стрельнуть Куда 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 Да Именно По Норке Чтоб Больше Никакая Гадость Не Вылезала Ну В принципе С этими Квадами Или Можем Справиться Снова Захват Вышки Ругается Повстанец Мол Ты че Мою Вышку Трогаешь Фуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфуфувь YA Даже не знаю Отменил Не отменил Рынки Надеемся Что Асус Все таки Их Отменил и снова следующий скат шторм уже через две минуты будет вот сарвака отрывает асус так что лет было сидела она молчается потихоньку миги всего уничтожают уже на маслости игра перешла просто кто кого кто кого не получилось застроить хорошую точку все таки кинул снова снова захватывают вышку и ругается роб мол давай помогай сделаю же что-нибудь найди этого засранца да уничтожается и не перехватывают вышку дальше полез зачем роб елки-то палки захватывать надо захватил конечно здорово минки сделал снова минки очень опасная норочка увидел увидел асус помогает ему в этом и все повышение потрачено зазря вот глашников а куда уже норочку лепил бойца на решил после такого сдаться и асус вместе с ним роб сдается ну долгая игра в 26 минут не каждый выдержит 20 следующая карта нас снова кастлей токсин роб ой 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 а чё они так играют серьезно что-то они странно играют ну да ладно крест-накрест решили сыграть хотел кстати все в правилах указывать что все таки на так и сяк ставить позиции но все нормально обойдется нет все таки находятся такие умники которые как коряло ставят свою позицию ну ладно по сути если никто из игроков не против пускай будет так спам течей снова от asus любит он спами звук заводов одна из любимых его тактик каркасики не строит тем самым получает себе скрапик решил не наверху нападать а на этого давить давить сарлока захотели вот это а вот вот а вот 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 Знаете, получается у них вроде бы как. Танки, конечно, больно бьют. Ой, Кват, чё ж ты не помогаешь, завод долби. Поздно как-то подключился. Вот если из-за него всё это не получится, то это он и виноват по сути. Долбил бы раньше, было бы здорово. Замечает басан, что с правой стороны карты подходит уже Асус, кстати, в спам уже квадов перешёл. Никакие ей течи уже не нужны. Только квады. Минки не убирает раба, жалко, что не убирает. Интересно строят ли линию. Убертеч есть уже, ух, ну это ж прям такое преимущество. Да. 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 с байком и решил уже прокатиться asus да в принципе как вариант тут осталось совсем немного добить сарлока решила технической все-таки рискнуть ну да на месте уж не стоять теряется зря развернулся здесь дропы дропы помогает бай сам все-таки что-то предпринять против роба долго летит дрон за ним такой подрыв неплохой в принципе парабиком ну тут уже занимает asus 3 суп лайки и конечно же у него преимущество хорошие вот этот барак тут уже пехоту дропнули когда там два завода пока вот это обидно или еще очень такой похлеще кто на минку медичка на минку попала помогает роб своему мэйту аж через всю карту проездил дальше давить надо о мотик 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 сейчас эх остановился своих только подорвал свой завод лазерный танк ну чё то он как-то не всем вот здесь там как-то рейнджеры застряли мог бы этого и не делать снова 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 дропы от юз успеть не успеет нет даже не пытался снова все на двух супла их играет а чё вышку ты не схватила эту побежал так asus значит на финал откуда я вообще пехоты вот взял раздается сарок в общем приезжать к нему роб вадами ну да там ничего уже не было им бойцам остается один против двоих посмотрите сколько у него армии а сколько ресурсов они вообще нет пять тысяч так шибко много второй завод спам это может быть больно и не добил сухлайк ай-яй-яй плохую две убер течи и конечно о больно бьет но быстренько сливает их asus и 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 для и и Строится только повышение сейчас, ну, то есть командный центр и стратегический. Страдает уже экономика. Сейф убивается, технологии отменяются. Как-то немножко урезано уже будущее бойсана. Зато посмотрите, сколько ханвеев. Им просто уже идти, можно и разносить одного из игроков. Но и самому бы отбиться. Ой, как неудачно здесь доехал. Плохой проезд, потому что по одному кваду, ой, по одному кваду говорю, по одному ханвею проезжают и квады 1 на 1 с одним ханвей все-таки справляются. На такси на кто зачем стоять долго, сейчас погибнем у тебя ханвей. Да, всю кучу слил, асу все добил. Так, печик продается, ну, хватает, да? Хватает энергии. Лазерные танки пошли в ход. А зачем эти ребятки, непонятно. Непонятно, зачем именно они сейчас? Все, убиваются танки. Снова нет энергии и танки бессильные, поэтому сдается. Байсан, собственно, Байсан, хотя у него уже там делать-то нечего было. Ну что ж, первая победа наших игроков. Украина, первое очко. Счет 1-2. Миддл файт, следующая карта. Снизу у нас разместился танк, сарлак и эйр у нас есть еще, Байсан. Сверху также эйр у нас, асус и тоже танк, ну, то есть заселектили армии. Танк напротив танка стоит, эйр напротив эйра. Что у нас делает асус? В барак еще пошел, но возможно как-то захватить хочет вышку. Да, карта чем специфична, что супплай есть. Вышка, в принципе, рядом. Здесь только пуха для защиты, и вот тут можно штуки-трюки делать. Ох, до этого была игра же 26 минут, неужто ты ее не видел? Такой эпик. Ой, я думал, а че ж ты не бьешь? Есть ракетчики, почему ты не бьешь? Ну это же союзник сверху играет. Сверху вниз решили играть. Здесь, в принципе, карта полностью такая симметричная. Хочешь сверху вниз, хочешь справа налево играет, абсолютно без разницы. Кому как удобно. Ну, по привычке играет сверху вниз. Все из-за фе. Какую-то она сделала все-таки стандарт. Ну, в общем, там было очень много повышений, и эти... Скатштормы летали. От двух игроков, от команды Сарлока и Байсана. Просто... Хе-хе. Очень много взрывов. Страдает все же. Реактор. Подходит Гаттл. От вражеского танка. Майкует. Майкует Асус. Мой, чувак, у меня аж проблемы. Гаттл проехал на базу. Ой, ну это ж вообще кошмар. Ну все, это большая ошибка для Асуса. Просто пропустил он технику свою. К себе. И танка сделал. Ой, может быть, Гаттла стоило бы. Потому что ранен этот Гаттл. Поэтому любой Гаттл против раненого должен бы справиться. Так, пошел захват от Асуса. Смотрите, а какой. Трехлычковый уже. Не дается. И не дается никому. По центру заезжает Дракон. О, конец Робу. Еще, возможно, и два дозера даже потеряются. Что и у Асуса, что и у Роба. Не, Роб текает. Текает, текает. Не успеет еще танк. Пробегает БМ. Все, проблемы у украинской команды. Очень большие и серьезные. Какой-то медленный лазер-лок. Вообще ни о чем. Дозер все-таки погибает. Я так и не видел строгого такого нападения от украинской команды. Они вечно играют как-то в оборону и при этом даже не отбиваются. Один другого пропускает, другой другого. Единственное, что Асус только что-то здесь попытался. Ну да, слил одно здание. Но приехал к нему, гатал, и все у Асуса пошло не так. Потрадился здесь Роб на экономику. И пошел в экономику, а юнитов нет, чтобы как-то вдруг, мало ли что, защититься. Подошел уже Сарлок очень близко. Вот это же приток к Асусу. Страдает экономика. Ну, я думаю, Асус тут уже все отключен. Насчет Роба не знаю, что он тут делает. Поздравление, генерал. Вас повысили. И его повысили. Очень хороши дела все-таки у нижней команды. Что у Сарлока, что у Вайсана. Оба с центра копают, кстати. Здесь уже танкист Сарлок готов к нападению, в принципе. Хорошая уже кучка есть. Ага, и за домик, да, хочет. Да, в домик хочет засесть. Захватил уже центр Байсан. Там, конечно, еще два здания можно схватануть. Будет вообще круто. А ПВО-генерал-то какой ПВО-генерал? О, лазер либо стелс. В принципе, можно отнести как-то к ПВО-генералу. У них, по-моему, против Воз... А, еще Пех, да. Еще Пех. Очень хорош против воздушных целей. В плане того, что... Пехота есть просто. Пехота больно бьет. Довольно. Так, ну и играют-то, по сути, мира. Один против другого. Здесь танк против танка выставился. И воздух против воздуха. Сразу два здания спектром сносит. И сдается роб. Все сила дает Ассу. И он тоже сдается. Ну что, ребят, у нас плохие новости. Украина проигрывает со счетом 3-1. Сарлок и Байтсан проходят дальше. То ли они в полуфинале, то ли уже в финале. Давайте быстренько глянем. Я уже не помню, где они именно. Ну да, они уже в финале. А, ну точно. БО-5 же играли. Да, в финале, друзья, уже. Дальше команда Алексея УА. Подходит к финалу. Ну, пока она в полуфинале держится. Там играют Достироуц и Зарс. Достироуц и Зарс. Против кого они могут выйти? Против команды Fly или SoNub. В команде Fly у нас игрок Made in 555. То есть это тот самый Mad Max. И еще один турк. А в команде SoNub... SoNub, Ones и Lucky Zay. А кто именно она? Что из себя эта команда представляет? Не знаю. Ну, вроде как сильная. Поэтому все-таки я думаю, SoNub'ы могут вперед выйти. Хотя Mad Max тоже неплохой игрок. Но я про его мейта ничего не знаю, если честно. Вот ждем ихнюю стычку. Потом они играют с Зарсом против Достироуца. И затем финал. Буквально три такие жаркие игры будут. Но у нас также есть и сетка лузеров. Где мы ждем Константа и Бляра. Лично я вместе с Сон за Рейном должен уже с ними сыграть. Но что-то ребятки пропали. Но до 2 августа, в принципе, должны справиться. Еще раз, два, три, четыре, пять дней есть, в принципе. Команда Креветки совсем Креветки. Нифига не тащат. Там с Пати и Фанки Бот. Ну, Спарти, по-моему, засел в Доту и все. Как сказали. На Спарти можно не надеяться. А он еще даже, кстати, спрашивал. Я могу попробовать постримить. А ты будешь стримить в итоге сам вообще ушел. Называется постримил. Релинатор, кстати, тоже гуд команда. Потому что там доминаторы есть. Доминатор же у нас сейчас. Мега супер про. Его признали отцом игры. Одним из отцов игры. Так, и релик у нас уже волнуется. Че, когда, кого, как. Некромот и терем, че-то у нас тоже куда-то делись. Хотя, вроде, некромот здесь. А вот, наверное, все из-за терема. Сбор. Ну, пока фиговый сбор. Пока все очень плохо. Ну, тысячу накопили. Косарчики есть. Так, затем у нас команда com. Это кто у нас? А, ну да, это тот же шагер и... Какого? И бэтбой. Десять. Нет, десять. Это много. Десять пока ребяткам не под силам. Вот. Пока. Потом. Десять пока ребяткам не под силам. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok